так ребят всем привет с вами гару продолжаем мы играть black desert тестировать игру как вы просили записываю уже второй ролик такой горячих отчетов с полей сейчас мы ждем сегодня у нас должен тестироваться хаосник то есть система постройки домов ну вообще их расположение понятия не имею что будет но корейцы корейские гм описали что в 15.00 буквально через две минутки выложит вот у акционера собственно эти дома акционера конечно уже нашел тут люди народ немножко столпился большие дядьки с топорами и все скрывают чё сегодня делали как видите лэвла немножко опу там шмоточек новых нашел себе новую локацию открыл там уже ник никой не поиграл поинты то есть там уже львы то есть локация другая тут видите они как бы поделены по регионам купился сережку за эти поинты как и собирался за соточку она увеличивает там хп у меня ну и прочие ништячки так скоро уже начинаем начнется будем ждать буквально минута осталось давай давай мужик выкладываем вот так выглядит аукцион там рядом стоит аукциону которым продаются вещи а это именно аукцион домов то есть я понятия не имею что сейчас будет но надеюсь что будет что-то интересное на главное надеюсь что нам денег хватит потому что денег у меня немного там я вот чуть-чуть успел скопить 10 тысяч начальная ставка 100 голды но черт его знает хватит ли потом не перекупит ли вот эти ушлые корейцы все так по идее должно начаться такой болен корейцы любят они столпится пока ничего не появилось там кнопочка обновить и не все ее тыкнут а вот понятно ждем 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 выкладываете 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 пока что-то ничего не появляется ну окей те уже должно может плюс-минус минута пока жду расскажу немножко вообще про классы в предыдущем видео я немного ошибся на самом деле класса в игре будет больше чем 6 то есть я назвал 6 классов это мечник варен гигант тамер сумма мир который баба холдунья который я играю и собственно лучник на самом деле будет пускай версия того же колдуна например или мужская женская версия варьера но корейцы сделали так что эти классы будут отличаться от текущих то есть женщина-воин будет иметь другие скиллы нежели мужчина-воин вот такая вот привязка так видимо написали рейский демо ну написать то написали от чего вот до появились есть уже ставки я смотрю домов три странички давайте сделаем ставку не знаю тысячи голды сразу по половин скорейцы и и ну и сюда 1000 система пока не ясна почему 1000 вообще ставится и не ставится в чем прикол или шаг ставки должен быть меньше 211 поставить везде поставить 255 ну аукцион продлится два часа то есть вот через час все это закончится к сожалению ну будем посмотреть домов на самом деле чуть очень мало так что я думаю будет за них прям война ну ладно назад то есть два часа чего-нибудь поделать пойду в новую локацию просто погриндю поищу новые квестики поскольку заняться сейчас нечего два часа еще аукцион будет идти то есть я проверю не понимаю почему там корейцы стоят толку от этого нету то есть можно конечно ставки поставить но такой смысл потому что все равно их перебьют лучше пойти погриндить набить попытаться денежек чтобы точно выкупить это лот да там народ 5000 ставит 2000 это жесть пока на мою еще ничего не поставили так сделаем ставку еще 220 ладно посмотрим но говорится равно до конца лота еще там даст достаточно далеко поэтому смысла это не имеет у тебя его система не до конца есть почты нету куда приходит это вот вопрос вот эта надпись точно означает один час это один час скорее всего 59 минут висот скорее всего будет и там показаны это моя ставка ее можно отозвать а если ее перебьют то что деньги мне просто тупо вернуться или как что ну ладно через час придем примерно еще минут через 50 сходим проверим что к чему пока побегу в новую локацию посмотреть и заодно порассказываю что интересного видели что тестили сори все еще как не могу выздороветь как видите новые скиллы у меня появились сейчас на четверчике у меня стоит массовый эфир работает он только вблизи но тем не менее массовый вполне себе работоспособный разобрались зато прикольно с автобегом можно просто нажать кнопочку правую и он сюда побежит видите ставит себе маршрут и автобегом фигарит ну и заодно у меня видите показывается как бы куда бежать вообще удобно довольно таки учитывая то что телепортов нету и прочего и мы с маунтами сейчас немного беда они денежек стоит то это бегать достаточно удобно так вот возвращаясь к классам различные версии женская и мужская будут у всех разных классов я не уверен что у всех будут я знаю точно что у гиганта не будет не уверен что будет у таймера но что валькирия женская версия вариора будет или визард мужская версия магички что они будут в игре это я в этом я уверен как бы вот очень многие почему то спрашивали и постоянно пишут про это про малое количество скиллов ну нифига это не так поскольку я уже неоднократно говорил скиллов достаточно много у меня сейчас изучена небольшая их часть например вот скилл не изучен вот скилл не изучен еще вот не изучен так вот еще многие скиллы как я и говорил активируются различными комбинациями клавиш то есть вот например видите влево плюс что то и он там сделает что то вправо плюс что то и он сделает что то всего один сп стоит надо кстати попытаться проучить посмотреть что выйдет аааа потом вот он скилл тоже видите комбинация каких то двух клавиш и он что то сделает блин неудобно бегать вот так это я сейчас как раз пробегаю этот переход между локациями просто лучше его было видно так вот скиллов так довольно много и причем у каждого класса там на панельку места не хватит так еще и эти комбинации различные вправо влево там и кнопки так что вы еще спрашиваете про коллижен коллижен работает немного странно в городах он не работает но в открытом мире там если попытаться столкнуться с кем то то он вполне работает сейчас я покажу этот момент как раз попробую вот по идее он с неписью видите я не могу через него пройти толкаюсь в открытом мире ничего коллижен все нормально в этом плане все окей так про корабль спрашивали меня люди корабль отходящий который отходит из города вот этого верхнего постоянно он явно будет на нем можно купить билеты и он не просто так плавает нигде красоты на него можно наверняка будет сесть и в дальнейшем отправиться куда-то в другую локацию будут как локации полностью заснеженные так и пустынные то есть довольно много они все разные но на текущий момент доступны только вот эти два кусочка так скажем сельской местности самый стартовый контент что ж поделать да насчет того чем я занимался только что это был хаосинг то есть сегодня тестирует система домов игроки где-то будут строить но чтобы где-то строить надо сначала эти собственно дома купить то есть через час я приду вернусь к этому аукциону и попытаюсь там все купить все таки дом видимо там что даже не рецепт а именно дом имущество завтра будут тестироваться осады первые причем они два раза будут тестироваться вот завтра первый раз ослаждать мы будем замок где-то здесь неподалеку скорее всего сейчас я вам покажу вам этот город новый потому что ну он гораздо больше и вообще прикольней намного чем стартовая деревушка так гоу 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 ну и заодно посмотрим потом пойду мобцов бить все как положено что такой хард отсчет с лайва да побегали немного с серпом сейчас пытались босс до этого завалить я не знаю может ставлю отчет этой видюшки короткую но это было на самом деле больно и унизительно то есть мы конечно уже по идее левелом больше чем этот босс но он нас раскидал буквально с двух тысяч то есть два удара и ты отправляешься домой ну видите город уже окружен стенами каменными все как положено как обычно тренер скиллов стоит тренируется рядом с ним о квестик можно сдать ё-моё неужели точнее взять для того я 17 левел у меня здесь появился квест до этого не было так так квестик это хорошо как раз пойдем его потом выполнять я хотел здесь показать вот здесь прикольно есть статуя очень которая вот как раз на загрузке этот конь побеждающий дракона как его многие вообще его многие немного иначе называли ну ладно так вот статуя прикольная видите дракоши такой немогучий Георгий победоносец ну прочитать можно конечно об этом все довольно прикольно представление такое своеобразное тоже забавно сделано интересно вот что меня тут еще заинтересовало сейчас обратите внимание у них стоят на стенах пушки то есть пушки таки есть в игре какая-то артиллерия пусть такая вот совсем средневековая но она есть то есть наверное то есть как и варкейзе ну и видите там стража кое-каке доспехов но пушечки у них есть так куда мне по квесту надо в принципе посмотрел ага по квесту все равно туда так черта мне показывать не хочет но окей там сходим посмотрим по стрелочкам попробуем поверить как видите здесь в этой локации уже набираются иные поинты то есть там была лошадь здесь теперь это исключительно голова льва такая вот так куда он меня ведет почему мне сюда показ а нет вот он куда показывает понял на выход скоро уже ночная не начнется поводски кстати это опять похоже рынок сельский в котором мы толком еще не разобрались здесь вот покупаются билеты на поводске я знаю видите там время доставляется все дела но он пока толком не работает потому что локации две а вот это вот рынок здесь видите цены динамически изменяются все дела товаров кучи ну можно так понажимать посмотреть то есть очень прикольно сделано и классно но понятия не имею что тут к чему пока но прикольно выглядит главное следить за временем чтоб по аукциону не профакайфить да видео постараюсь подлиннее записать вам видимо интереснее чем чем длиннее тем интереснее да 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 закат уже скоро ночное время все предыдущие видео я по-моему записывал у меня были был день на улице но вот сейчас увидишь что такое ночь ну да реально тяжело качаться в ночное время потому что темно тупо темно я кстати помню когда мы с кифом общались недавно на эту тему я все ругался ну блин ну нафига они это делают в играх ну невозможно играть ночью не прикольно в синглах ладно смрпг так ладно с дядькой поговорил нет не поговорим с ним по-другому поговорить видимо вторая строчка да думаю что она точно она а ему же видимо его квесты сдать окей дай банок 5 поинтов да теперь львов львов львовских поинтов квестов он больше не дает это печально то можно вот эти отношения с ним посмотреть что он показывает я черт его знает кто то кнопку значит без понятия это ничего не работает так ну вот с этим парнем можно какие то отношения там тестить так же у него можно кирку купить нет это просто показывает что у него кирка нужно 25 поинтов и можно купить у него кирку на самом деле у меня есть уже такой вот серп видите он справа от оружия он с помощью него можно собирать там тоже ресурсы некоторые причем если у тебя это как бы серпа не стоит то собирать ты не можешь скорее всего кирка работает по некой аналогичной схеме но я сейчас просто полазу и посмотрю что здесь вокруг ну и заодно мопцов побил мне просто интересно здесь не было еще ни разу паркур полезный так здесь лагерь какой то военный здесь гиганты меня эти просто добивают они нам смотрите я им просто по поясу они намного больше чем гиганты которые игроки могут создавать здесь уже есть повозка с камнями ну тут рудник какой то охраняемый народ вкалывает окай а квести как здесь нету ну там оказывается мужик с которым можно поговорить собственно 05 гном не дает не дает мне зато у него можно опять таки кирку купить блин что такое наверху в этой каменоломы есть что-нибудь интересное но так и собственно и следующий мир то о чем я рассказывал тыкаешься тыкаешься ищешь а это можно тачку взять блин прикольно сейчас я хочу еще затестить wait a second так куда нам ее надо катить давайте попробуем а ну все понял мышкой надо нажимать кликать быстро чтоб она удерживала равновесие два колеса придумать никак ау нет так нельзя надо аккуратно сохраняя баланс нет блин все катать тачки это не мое поехали поехали да ну нафиг не получается да я и не знаю зачем мне это надо но это похоже на игру на флейте на самом деле ну и нафиг отстань от меня с этой тачкой привязались не хочу не хочу отвали да как ее выкинуть то вообще я ее выкинуть не могу лол не хочу ее вести отцепись вперед нажимаешь она начинает вести и и сразу же ее подбирает назад блин забавно эскейп нет подпрыгнуть нет боевой режим нет автобег нет shift 1 2 3 скил нет удары нет ну и просто не отпускает выкинь эту тачку да что это что все меня меня на рудники посадили блин надо таскать камни да что за бред мы не придумали никак от нее не отвязаться ну что за такое почему она ее сразу подбирает то я вот чего не понимаю моя магичка видимо склонна к рабскому труду ну а если так придумал никуда не катить вот все отвалить с этой тачки придумали есть тут еще чем то интересное кроме тачек которые надо катать наверняка и квест с ними связан который этот гномик может дать в итоге так нет ничего тут нету скалы конечно классные но уже темнеет вот рудник ну вот собственно замок видите вдалеке там город и рядом с ним замок который мы скорее всего и будем завтра осаждать питаться ну будем разбираться что там к чему пойдем на осады мопцы 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 это хорошо не то что такое ведь щит тьмы мне мне очень прикалок как граун стилистически выгодно обратили внимание то здесь магов нет стандартных фаербол или ледяных стрел каких-нибудь я я именно это это же такое недоразумение мне сейчас один фир помог но он что это мне сейчас так отпинают более немного убежало отвалить 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 ну фир для дома мне всех запинал молодец еще и какой то пристать что такое так вот а стилистически игра очень классно выдержана наверняка обратили внимание что у него маг нет там фаербол или еще какой то лаза по ледяной стрелы он именно использует какие то взглянания тьмы там молнии Вот эти тёмные, не знаю, какие-то сгустки тёмной энергии, какие-то разрывы там, граждане, ещё какой-то ужас. В общем, всякий. В принципе, другие классы, они, он тот же таймер, если бы его видел, суммонер видео с ним, но тоже у него аналогичное в чём-то заклинание, он не использует стандартных весёлых суммонов, или про какой-то зверь, тоже такое облако тьмы, настоящее, то есть огромный пёс, который состоит из какой-то тьмы. То есть магия такая, достаточно страшная и серьёзная у них. Но это, кстати, очень любопытно, будет посмотреть, какая в итоге будет магия у мага, мужчин, визарда. Потому что говорят, что там совершенно иные стилы будут, и вообще механика, то есть снимая магичка, она, видите, такая полумилишная, то вот так или иначе получается, то вот мужчина, он должен быть немного иной вообще даже, направленности. Блин, всё время я путаюсь, вот и кнопку нажал. В темноте нормально, можем опцов побить, заодно левел чуть на них покачают, чуть-чуть. Надо всё-таки 20-й взять, чтобы не спустили на следующий этап за БТ, но я думаю, что у меня не проблема, я вкачаю. Прикольно, я скилл себе прокачал, думаю, пассивочку. Но вот этот скилл на кьюшку, который позволяет мне регенить МП при активации скилла. В других, кстати, и скилл на букву Е, то есть, вы не думаете, те, что у меня на панели стоят, это как бы все скиллы, которые я использую. Нет, есть скиллы на Е, есть скиллы на кью. Ну и помимо того, что лево-право, как бы, в принципе, встали. У тебя больше, например, вот ножка была. Так. Хотя проблема вообще корейцев, естественно. Так, просто Алтскл. Добавлять в игру всякую несуразную фигню, сделав изначально очень красивый и приятный дизайн. Это их коронная просто фишка. Так, наверняка на этих мобов потом будет квест, но пока печаль и не понагибать, потому что квестов мне не дают. И мой демон давно молчит. Этот темный дух, которого я вызывал, чтобы с ним пообщаться, узнать, что тут вообще как-то встанет. Поэтому, да здравствуй, Гринд! О, чёрт! Сейчас, что-то меня будут бить. Возможно, даже ногами. Возможно, даже по лицу. Валим. Ну, Гринд, с СМП уже беда. Просто беда. Ну, а как-то рисковато забрался, конечно. Да, вот интересно, какого левела у этих мобов. У мобов левел не пишется. Было просто любопытно узнать, какой он у них левел. Ну, кстати, насчёт боссов, чё прикольно. Помимо того, что он отоваривает тебя с двух ударов, его прикольно проводить на корейцев. Мы сегодня с Серком, с корейцем, выбили пару щитков. Ну, они там недорого стоили по... Господи, артефакты. Иногда, почему-то, игра артефактит. Так вот, я не понимаю, что это. То ли моя видюха решает, что пора сдохнуть. Тогда это будет печаль и вообще беда. То ли просто у них такая клёвая оптимизация. Вот артефакты идут. Я сомневаюсь, что я всё-таки искренне надеюсь, что это не видюха. Но бывает. Именно в Black Desert. Первый с этим столкнулся. Ну, ладно. Глючик. Ну, это когда погода меняется, начинается, ну, чёрт что творится. Такие люки какие-то вылазят. Ну, с оптимизацией ещё в игре, конечно же, беда бедой. Там серп постоянно вылетает в городах, например. Или ещё что-то происходит. То есть, пилить-пилить, игра сырая явно. Я уверен, что в этом году мы вряд ли увидим ОБТ, потому что в таком виде её переводить в ОБТ было бы, ну, по меньшей мере, странно. Она реально очень ещё сырая. Далеко не все классы протестированы. Стоять. Это что такое-то бегало? Что можно подобрать ещё? А, это кролик. Wait. Стоять, стоять. Вот он. Чё-чё-чё. Поймал. Поймал кролика. Чё с ним сделать? Я хочу его захавать. Блин, нельзя. Надо потом продать его, что ли, тогда. Не, продать-то точно можно. Съесть нельзя, продать можно. Ну, то есть, игра ещё не оптимизирована, прямо скажем. Ещё протестирована маленькая толика контента, несмотря на то, что они планируют завтра включить тест АСАД. Что, согласитесь, удивительно. Я даже не знаю, на что это будет похоже, но, походу, играющие игроки просто придут под замок и будут там яростно лагать. Ну, хотя, чёрт его знает, вроде бы при больших скоплениях народ не лагает, но... Будем посмотреть, мы, конечно, тоже сюда припрёмся. Всё это записать на видео. Ну, не знаю, честно, не знаю, на что это будет похоже. По-моему, странное решение. Даже классы ещё не все протестированы. Они уже АСАД включили. Там уже будут тестироваться потом и... У них прикольное сделано, у них в расписании идёт. Тестирование АСАД, тестирование ПВП отдельно. То есть, масса ПВП. То есть, мне даже немного странно. То есть, на АСАДах, что, тестироваться ПВП не будет, что ли? Ну, ладно. Поглядим. Так, пейзаж, в принципе, вот в этой локации, ну, которая находится ниже, например, основной, похож во многом, чуть-чуть с этим отличается. Ну, как же классно то, что нету никаких стенок, ограничений и прочих бы непотребств. То есть, постоянно. В любой игре, вот, всё равно, вроде, мир большой, да, там. Но переход между локациями, это два коридора, и всё, хочу бесить. Здесь всё же как-то не так. Всё это за тварь. Большая, а вот, что, надо убить. Что-то пробивает, больно, дешевле. Просто затерять его и расстрелять. Что-то наверху есть. По лестницам лазить можно? Можно. Давай! Ну, кнопочка же есть, лезь. Она чему-то недовольна, говорит, что не может. Человека спаси тогда. Ничего не можешь. Магичка белька. Нет, явно хвостын не на мой левел здесь, я уверен. Так что, надо отсюда бодро валить. Просто исследуем мир, мне интересно, должно быть, посмотреть. Кстати, вот, насчёт плавания. Нет, чё-то мне сейчас воды не хватит, но потом зайду. Кстати, вот, сп спрашивали, насколько замедляется прокачка. Ощутимо замедляется прокачка после где-то левела 15-го. Уж так медленно идёт. Особенно жутко не хватает сп. Хочется... Мне сейчас 17-й левел я апнул, да, видите, у меня сп один доступит. У меня куча скиллов не выучено. И мне надо уже апать, как бы, два моих основных дамажных скилла. Одни из основных дамажных скиллов. Это вот молния и, собственно, дот. Так же было бы неплохо, конечно, апнуть вот этот скил. Но на 18-м аппуется тоже 13 сп требует, а те 17 сп. Короче, с ума сойти, где столько сп взять, я понятия не имею. Там надо, наверное, мобов как-то яростно гриндить. Просто безумно, или что делать. Кстати, корейцы этим тоже занимаются. Они любят мобиков погриндить, но у них лучше выходит. Они прям паровозят, ауешат. Во всем. Пинг, чё-то. Так, птичку поймать можно? Нет, только кролик может. Видимо, было. Хотя там серп, и он проходил квест за какими-то курицами гонялся. Тоже было забавно. Ну, уже совсем темно, видите, и дождь идёт. Тут, кстати, отличается немного локация. Видите, болото какое-то. Такое. Местные болота. Кстати, по-моему, вот эта локация, она часто наникала в разных видео. Всё подсобирать можно. А, это моб. Что-то забегать его не получится, потому что, если бы всё просто стоить на месте. Блин, что за жесть такая. Толстенький, как-нибудь, что-то. 2 200. Ого. Он мега цапля. Блин, я хочу быть мега цапля. Просто завзатый. Всё время забываю вязать стил, защиту. Так, за мега цаплю тоже 2 200 дали. Но, блин. Кстати, нормально, можно на них покачаться и идти. МП, экспо дают нормально, но... КП, конечно, отлетают очень бодро. Вот, представитель, чтобы он вязать. Он 60 МП регенит, заюз. Мельницу хочу зайти посетить. Мне было бы неинтересно, просто. Темно, 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 темно. Факел бы дали какой-нибудь. На чем-то. Адеть. Мельница просто. Там вон есть какой-то чувак, посвечивается моим радарем. Что, каким-нибудь квестиком одарит нас? Надо бочку подскрывать. А, народ еще что-то интересного спрашивает. Как вообще вещи выпадают? Вещи выпадают очень, я бы сказал, хардкорные. То есть, у меня там в инвентаре, вот, можно посмотреть, что мусора много может лежать. Но, практически гарантированно выпадет, скорее всего, вещичек, которые стоят много денег, либо много весят. Я не знаю, спрашивали, есть ли это зависимость. Я не знаю, есть ли это зависимость. Но, когда я выбивал какой-нибудь меч или топор и умирал, практически гарантированно, меч или топор из инвентаря бы падал. Такие суровые будни, самые дорогие вещички падают очень часто. Мне дали за это тупо экспо, за исследование бочки. Но, на черта больше не дали. Мечаль беда. Такое тоже может быть, если она как-то пустая была, тебе продают экспо за это, и все. Иди дальше гуляй. Надо потом будет не забыть, все-таки вернуться к аукциону. Осталось 23 минуты. Просто я хочу проверить на 2 часа, на 1 час. Там писалось 1 час, минут никаких не писалось. И попробовать поставить ставку на максимум. А, ну вот свиток. Про кого? А, свиток, смотрите, баф на экспо дали. Вот, прикольно. Все, сейчас поем качаться. Надо экспо цена. Так, квестик, а можно взять? Ни черта у тебя нельзя взять. Ну, окей. Будем темной ночью бить темных мобов над туманным болотом. Главное не забыть баф. Ну, блин. Как всегда. Какие-то непонятные макси. Уже мне нафигарю, но почти нахуй хп. Они еще не носятся, как бы, и не стараются атаковать тебя имени со спины. Мобцы очень подлые. Особенно у меня пчелы в этом плане взбесили. Постоянно пытаются залететь со спины и ударить как бы тебя в спине. Вон, лучше эти, бить. Этим точкам. Те точки точно тебе со спины не так продаются. Они очень просто. Ну, они отравление какое-то вешают, видите. У меня как-то столовник появляется тик на нас. А, блин, они ссадились, видите, еще есть уникальный удар. Черт, не раз. Ту-виллэдж. Да выделывался. Ну, они в левел повыше, чем я. Сто фудово. В гадаловки не ходи. Угу, значит, потрясающийся. Ну, баф хотя бы на экспо не пропал. Уже неплохо. Так, по-моему, я хочу с этим поговорить. Страшно. Страшно еще не говорить. Кстати, вот интересно сейчас скил выучить один. По-моему, я знаю, как он работает. Сейчас просто затестить. У меня как раз один СП есть. С СП этим, как я рассказывал. Беда полная. Так, здесь они у гномика учатся. Так, вот этот скил я хотел проучить. Посмотреть, как он работает. Так. По-моему, он работает влево-вправо. То ли shift, то ли кнопка мыши. Сейчас узнаю. Сейчас буду пробовать. Так, вот, собственно, мы сейчас. Влево че-то и вправо че-то. А че-то это вот это. Сейчас посмотрим. Муж левый, муж правый, муж вообще shift. Ну, shift вряд ли. Потому что shift это вот. Ну, там другая надпись абсолютно. Значит, это скорее всего какая-то из кнопки мыши. Я, во всяком случае, надеюсь. А может, и ешка, а может, и кинюшка. Мобов не особо злобных найду только. Ну, это вот когда-нибудь в боевом режиме вот так работает. Ага, вот это, видите? Скилл как работает. Влево-вправо. Тихо! Ну, кстати, забавно. Если просто стоит на месте, то он и вот бьет. Если назад. Так. Вперед-то вот так. То есть, на счет тут, кстати, разных скиллов тоже. Как видите, они реально разные. Надо посмотреть, что дальше, если проучить там. Ага. По-иному чуть работает. И... Играция. Так. Еще вот сейчас кин есть. А это левая, видимо, плюс правая кнопка мыши. Ну, 6 SP стоит. Блин. Попробуй выучить, называется. Я, видимо, в город уже пойду. Осталось 17 минут. Как раз пока дойду. Там пока чуть-чуть на голову побью. Вот так потихонечку. Все равно основная цель пока видео записать. На часок с моей болтовней. Ни о чем не про что. Ну и домик. Домик, домик, домик. А что домик? Лево-то ладно. Это мы еще нагринтить успеем, как бы. А вот домик за... Получить хочется. Так, секунду. Скиф звонит. Скиф, ты очень вовремя звонишь. Я пишу видео. Подожди секунду. Да. Игра работает. Все, я кладу трубочку. Еще 17 минут. Идем. Ну, бывает и такое. Так. Кстати, я вообще не знал, что здесь баф какой-то на экспо. Прикольно. В общем, из бочки тут достал. Блин, то, о чем я говорил. В темноте очень стрёмно. Реально стрёмно. Потому что вроде, ну, не совсем темно, но как-то путься немного начинаешь. Потому что вдалеке и на черта не видно. Внизу какая-то дорога. Попробуем на нее спуститься. Прикольно она такая смещена. Ага, и тут толпень просто мобов. Ты че? Внутри какой-то вход в какую-то шахту. Да идите вы нафиг. Я не на такую дорогу хочу. Я хочу дорогу в другую локацию. А не к толпе мобцов. Которые мне еще и отпинают. Отдушевно. Отдушевно. И вот я исследовал, ты мог, собственно. Какой-то лагерь мобов, короче. Я забрел. Поступим просто. Пусть сама выходит. Иди сюда. Куда? А, и стоят лучники. Не псих. Не выпускает этих мобцов. Нас нацк... Ээээй! неправильно бежал да чё за фигня я уже торможу нет не там поворот все время не там сворачиваем вон минута дорога печаль почему дух больше квест не дает самые прикольные квесты были самые простые как раз 13 минут успею до города добежать ссори что в основном беготня но вот так чем вопросы вы какими задавали такие нормальные вопросы одни почему и другого попадаются про игру ну там спрашивали насчет перекатов и прочего я уже писал уже рассказывал даже показывал в предыдущем видео что все это есть и все это работает вполне в этом плане с игрой в полный порядок нашел сегодня вроде вход в какой-то еще кстати данжен то есть похожий на данжен локацию подземелье заходишь туда и там в конце дверь такая не крутая обычная деревянная дверь и по идее в неё явно нужно зайти там R кнопочка срабатывает но зайти нельзя видимо только квест нужен какой тут серб сказал как раз это возможно данжен который показывали с большой тварью в конце нашли также с ребятами подземелья сегодня с боссом в конце каким-то демоном ну босс чем босс как обычно как босс раздал нам с 2000 все попадали не очень то есть ну а я вообще не знаю как тут босс пока валите только мясом закидывать может быть пока что пока идеи нет и кстати прикольно рыбка что то с ней можно сделать я нажимаю сделать зачем они вообще-то рыбу мучаю джеки зачем вам-то рыба ну и ладно вот на 5 ослиные кавалерии день мусликов берут уточния подозреваешь я не берут но он стоит дорого 20 тысяч решил гриндит 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 потом пойти пить ослика прикольно кстати столб света и красота . на карте которые я поставил куда мне добежать кстати удобно что такая вот такой функционал вообще есть без я буду была беда полная как раз я прибегу чуть-чуть до окончания аукциона там будучи 10 минут примерно то что надо не посмотрим чему заставки там я подозреваю ставки такие будь что мне даже с моими десятью тысячами лучше не посылаться кстати денежку мне вот не вернули просто там добивал к слову так то что я лог поставил его наверняка уже этот ложка и дели но деньги мне вернули откуда эти к аукциону их забрать чем скорее всего не заберутся с каким-то помнится сейчас пройдем и следуем в городе народ всегда толпа тусит но в этом видите гораздо больше людей нежели в нижнем народ почему-то с вами любят тусить в этом городе правля нету продать кузнецу остатки шмот нет мелочь всякую кролика не хочет покупать просто с мобовку выбивал ночь выйти ни у кого аукциониста пока нету реально покажи что там у тебя десять тысяч двадцать тысяч нормально так шесть тысяч пять тысяч тринадцать окай семь пять шесть ну и все еще по-прежнему один час остался то есть да аукцион на два часа явно ну давайте наверно сейчас видео пока остановлю будет такой ролик примерно на 50 с копейками минут следующую часть запишу когда уже аукцион будет собственно когда аукцион начнется я подойду буду выставлять там боялся сейчас надо пытаться набить еще чуть голды все таки выиграть этот дом наверху да видео пошло ребят удалось мне купить свой дом к сожалению эти видео прям покупки немножко запрылилась я перебил ставку корейцев корейцев за 12 тысяч я взял домик долго его искал оказывается что искать его надо как вот открываешь истейк допустим дома твои пишется где он находится а потом нажимаешь карту приближаешь видите тут сильненькие дома собственно их мы и покупали когда на них кликаешь показано кому он принадлежит вот он мой дом как раз город сейчас я пойду посмотрю хоть что я купил дом номер 17 я купил даже интересно посмотреть что там такое сейчас скиф туда заодно идет вот тоже тоже посмотреть камера здесь будет нить извилистой я лучше напрямую сейчас ну ой очень интересно посмотреть что купили так 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 ну так же можно в принципе в эти дома ставить всякие кровати и прочие ништяки но кстати любопытно что видите дома покупаются именно на карте просто ну да просто мы скифами слышно и скиф просто говорит в больших городах тоже можно дома покупать по всей видимости даже в это да наверняка кварталы будут разные богатые не очень но тут места получше похуже но это вообще здорово я сейчас просто посмотрю мне интересно какой функционал возможно есть функционал этих домов я думаю так почему эти дома вообще пустые изначально вот фермы заброшены у них все обсуждали нифига это не заброшенные фермы оказывается дома которые покупают игроки вот систему хаузинга протестили то есть домик мы себе прикупили так зайдем внутрь один из этих домов мой а вопрос какой где вот этот маленький да большой да да большой вот этот что да где кто-то давайте посмотрим вот он да вот он и написано прям я могу открыть зайти здесь пусто а ты я дверь же открыл заходи народ не может зайти у меня скифа вот стоит а давайте в пати возьму попробуем что сейчас заступать да а так зайдешь 2 2 двери ее можно открыть закрыть никаких пока настроек R настройки сейчас смотрю да различные а вот обустройство собственного дома кнопочка это вот так выглядит мой дом так приблизить удалить вот эти кнопки что означают удары 17 это вот здесь вот если бы у меня было были сейчас какие предметы которые можно купить вроде кровати я могу сюда их поставить так а вот эти какие-то меню закладки давайте попробуем включим обе да сохранить скиф вот сейчас попробую зайти в дом не слышите ну а так вот у меня настройки сделаны не слышно было а а там зайти то все таки не может ну ты мне выйти не даешь нету бабла у меня нету нету а вот настройки дома все нашел нашел так сейчас я так я всем разрешил ходить пробуй настройки да пошло видим ребят удалось набрать мне денежек чуть-чуть сейчас попробую купить у нашего друга валуева кровать посмотреть так в спальную возьму за пять тысяч все у него стоят по пять тысяч для дома и попробую обставить свой дом посмотреть что это дает да кстати находясь не находясь внутри дома видите у меня нет функции его обставлять мне надо обязательно подойти к нему сейчас попробую сбегаем на нашу ферму посмотрим что даст кровать там же си девять было достаточно интересно клан колы все давали различные бонусы игрокам то есть поставил какой-нибудь предмет куда он дает определенные плюсы где постоянно вот если здесь будет что-то подобное это очень круто мне кажется вообще дома мне понравились если напустив а говорят что им тоже понравилось это во всяком случае не хуже постройки собственного дома покупку его он даст их говорить что как бабли его в зелда раскрылся да чем-то похоже уже почти добрался как впустить вот кого-то в дом моего кстати рассказал по тому что у нас работники начать планировали делать дубликаты ключей это было бы довольно интересно на самом деле что это нам бы дало так вот нет мой дом вот бомжи отираются вот находясь в доме появляется функция его собственно обставлять а это вот кровать давайте ее поставим сюда сюда как нибудь вертеть камеру можно вертеть камеру можно не вертится вот так как ее поставить или сюда а вот можно ее повертеть нет нет если не хочу сюда ставить да сейчас я посмотрю просто как дом изнутри выглядит так а здесь окно у нас вот вот сюда нормально нет это будет рядом с дверью сюда кровать нельзя ставить хотя не нормально сюда поставлю боком ее так не поставить так не поставить угу 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 все поставилась кровать сохраняем вот ну поставил ее конечно кривовато но ладно останут вывалилась Вывалилась. Так, я скид отвечал. Так, а что с кроватью делать-то? Немного неправильно я поставил. Трест переставить можно? Да, можно. Ну, а как с ней взаимодействовать, вообще что-либо делать? Просто кровать. Что она дает, я не знаю. И дает ли вообще. Надо вообще убрать, переставить. Вокошки смотреть. Господи, так только опять я ее напутал. Надо ее, блин, сголовьем в другую сторону. Вот так. Короче, не знаю, не получается мне сголовьем ее правильно поставить. Ну ладно. Что она дает, понятия не имею. Но вот что-то с ней как-то можно что-то делать. Нет, ничего не появляется. Просто она подсвечена. Может что-то в доме появляется, когда... Да нет. Ничего не появилось. Мел, как думаешь, как можно посмотреть какую-нибудь информацию о том, что вообще с домом? Кровать-то я туда поставил, а вот что дальше? Вот, все, нормально, ништяк. Вот так и будет встать. А здесь комоды какие-нибудь поставим слева. Надо было сразу так. Пойдем фармить дальше на комоды. Ладно, ребят, когда узнаем что-нибудь новенькое, я надпишу обязательно. Как видите, на восемнадцатом левеле дух опять не решил квестиков давать. Там мне еще в деревне квестиков надавали. В общем, все окей пока. Кач идет. Ну, собственно, квест я сделал на двадцатый левел. Уже какую-то монетку. О, пять тысяч стоит. Круто. Продам. Не знаю, что это такое, но продам. Куплю еще какую-нибудь картину в дом, пойду поставлю. Тест скоро уже закончится. Осталось буквально 20 минут, мне вот успеть бы это сделать. Кстати, что это за баночки? Баночки любопытные. Давайте возьмем фиолетовый. Ну, еще пластик. Супер. Еще лименечко. Квестов, как видели, дух сейчас у меня немножко иначе уже выглядит. Он изменил свой внешний вид примерно левель на шестнадцатом. Теперь он такой забавный монстрик. Да, квест-квест меня ведет еще дальше вниз, но я хочу пройтись и все-таки поставить что-то еще в дом. Проверить. Ну, здесь всякие козы, овцы в горах. Ну, они не опасны. Ну, они не нападают, ничего не делают. Завтра-завтра-завтра-завтра осады. Будет интересно. Конечно, все это протестировать. Левела у нас низкие, я уже видел корейцев 30-го левела, они на конях ездят. Оказывается, что по квесту дается это все. В 15-м левеле примерно дают, по квесту 15-16 левел дают ослика. А вот на 30-м левеле по квесту дают коня. И вот на этом, на этих конях я уже видел корейцев. Гиганты, конь. И... Вот это жесть. Все-таки я до сих пор под впечатлением. Надо было такое сделать. Просто ад. Такое огромное створ. Вот такое, значит, задеревок такое. Есть здесь миха. А, непонятно. Пещера, которую я записывал на видео. Да, заканчиваем тест на 17-м левеле. Я заканчиваю с половиной. Сегодня толком особо не качались. В основном фармили. Я фармил для аукциона. Исследовал, так скажем, мир. Посмотрел боссов и так далее. Там, Мэл изучал связи Мэл в NPC. Там какая-то абсолютно запутанная, умудренная система. Но она работает. Это жесть. Просто. Как тебе эти NPC относятся? Они в зависимости от этого дают тебе квест. Меняется ассортимент магазинов. Причем это можно все зафейлить. Очень просто. И, наверное, сейчас один из основных вопросов. Зафейли в отношении с NPC. Можно ли вернуть их обратно? То есть, окончательно это фейл или не окончательно? Потому что, если окончательно, то очень много квестов ты в разникании увидишь. Ну, это, не знаю, довольно странный. Такой, видите, в ММО это все-таки. Так скажем, пример из сингл игр. Ну, сделали. Значит, будем тестировать. Ну, кстати, это обозревается вот этой вот менюшкой. Но сейчас она не работает. У меня, видимо, движение. Надо остановиться. Сейчас попробую остановиться. Вызвать ее. Да, видите, появляется какая-то система отношений. Выбираешь разные. Помните, что показывается там, объясняется. Это вообще энциклопедия, как бы. Какие-то много еще недоступны. Там часть известная. Вот эта энциклопедия игры. Различных персонажей. Жесть полная. Чтобы в этом разобраться, надо... ...сейчас нам много посидеть. Вообще, было бы здорово, если бы вы писали вопросы, какие-то, что протестить во время игры, вам было бы интересно сами, что попробовать. Я, возможно, бы записываю, как раз видел, и все это показываю. Кроме краб. 16 минут до конца. Быстрее, быстрее в город купить какую-нибудь картину, еще какую-нибудь ништяк купить. Поставить в дом. Узнать хоть, что они дают. Банка падаешь. Сбивается отбег. Так, почти в городе. Мой собственный дом. Что, кстати, интересного еще узнал? Что-то я вот с удивлением обнаружил, что если атаку итаковать на две кнопки, то, оказывается, тоже есть скилл. Я, почему-то, раньше этого не пробовал, но сейчас покажу. Так, боевой режим. Ну вот, атака, если левая кнопка мыши, то обычно бьет, правой стреляет, а если двумя, то, видите, такой шарик набирает. Ну, достаточно большой урон, но все равно на правую кнопку можно тоже не круче стрелять. Даже быстрее, просто объединичный, так и дома. Что-то раньше этого не пробовал. Так, вообще, постоянно открываем штуку класса, там какие-то умения, как-то они при определенных комбинациях по-своему работают. Скиф там тестировался, как блок работает и варьет, там на кивушку у него завязан блок, еще дома как он не работает. Можно, к примеру, и блокировать так атаки босса, там у нас пока дамаг снижается. А что, все это пробовали. До конца тестов еще далеко. Вот уже я рядом, где-то на валуе. Это вообще забавно, почему именно всякие предметы для дома продаются в валуе. Так, что купить у него? На, мне сначала, прежде чем купить, надо что-то продать. Чтобы что-то продать... Ага, монетку эту продать нельзя. Ему. Может, кому-то другого можно ее продать? На чем, что купить, так и не смогу. Так, монетку тоже не продается. У нее. Не, и можно продать обычный мусор. Хлам. Но, хлама мне не платит, мне нужно 5 тысяч. Да, ну да, беда, видимо, я не смогу ничего купить. Потому что ничего не смогу продать. Беда, печаль. Ну и ладно, завтра на фарме еще обставлю дом. Ну и, конечно, запишу осадок. Да, монетка не продается. Ладно, ребят, на этом, наверное, все. Всем спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам было интересно. Не забывайте следить за новостями на сайте blackdesertonline.ru Ну и, собственно, goho.ru Мы постараемся продолжить информировать вас о самом интересном закрытом корейских фета-тестах.